Компания «Арселор Металтимиртау» охотно встречает гостей на металлургическом комбинате и шахтах. Например, недавно на предприятиях компании побывали казахстанский боец смешанных боевых искусств Шавкат Рахмонов, чемпион мира по настольному теннису Алан Курмангалиев и шоу-группа Килиманджара. Металлургический комбинат акционерного общества «Арселор Металтимиртау» посетил Шавкат Рахмонов, казахстанский боец смешанных боевых искусств, чемпион мира и чемпион Азии. Сначала Шавкат встретился с генеральным директором акционерного общества «Арселор Металтимиртау». Владимир Яблонский рассказал гостю о компании, дочерних предприятиях и достижениях. Карагандинский регион Шавкат Рахмонов считает родным, ведь спортсмен долгое время здесь жил и тренировался. Приятным сюрпризом для чемпиона стало вручение специальной медали. Вы первые, кто удостоверился, как почетный гость и почетная грамота. После встречи с руководством компании «Арселор Металтимиртау» работники предприятия, а также их дети смогли лично встретиться с бойцом, сфотографироваться и взять автограф. Скрыть эмоции у маленьких фанатов получалось с трудом. Волнительно, и то, что не верилось даже, что я с ним встречусь. Я очень обрадовалась, когда мама рассказала, что к нам приезжает мастер спорта по ММА. Было очень волнительно, когда я его встретила, и я очень обрадовалась, когда он расписался для меня. Всегда хотел встретиться с великим бойцом Казахстана. Это он мне подал пример, что нужно добиваться своей цели и идти до конца. И для всех наших работников вы будете как талисман от вас. Потому что вы победите, и наши ребята будут все победить. Большое спасибо. Побывать на одном из крупнейших металлургических предприятий страны Шавкат Рахмонов мечтал давно. Руководство компании «Арселор Металтимиртау» предоставило чемпиону эту возможность. На доменной печи номер 3 чемпиону сначала рассказали о процессе производства чугуна. Третья доменная печь, самая большая печь у нас. Объем ее, полезный объем, 3848 метров кубических. Производительность ее максимально 6000 тонн чугуна в сутки. Увидеть, как рождается чугун, не менее завораживающее зрелище, чем бои на ринге. Переодевшись в спецодежду горнового и пройдя инструктаж по технике безопасности, Шавкат взял пробу чугуна. Не только красоту льющегося чугуна и масштаб производства оценил спортсмен. Шавкат Рахмонов отметил, что работа «Металлурга» в чем-то схожа с трудом спортсменов. Это постоянный тяжелый труд. Очень тяжелый, в принципе, попробовал, как бы, скажем, нелегкая работа, потому что постоянно температура жаркая, температура жаркая, температура получается. Ну, здесь люди, я же говорю, не прости. Впервые в текущем году состоялся чемпионат по настольному теннису среди работников «Металлургического комбината» на кубок генерального директора компании «Арселор Металтимиртау». Почетными гостями соревнований стали чемпион мира и Азии Алан Курмангалиев и главный тренер Национальной сборной Республики Казахстан по настольному теннису мастер спорта СССР Эльмира Алиева. Сначала для гостей организовали экскурсию в конвертерный цех, в котором они смогли лично произвести отбор пробы на химический анализ стали и замер температуры стали. Спортсменам удалось увидеть и процесс заливки стали. Очень впечатлено, конечно, многого еще не понимаю, для чего там нужно, потому что в первый раз. Но буду со временем изучать, очень поражен, очень интересно. Такие масштабы, много оборудования такого специального. Впечатления великолепные. После посещения комбината с гостями встретился генеральный директор компании «Арселор Метал Тимиртау» Владимир Яблонский. Алан Курмангалиев и Эльмира Алиева поделились впечатлениями после экскурсии и признались, что таких масштабов производства еще не видели. Особое внимание в диалоге уделили теме развития спорта на предприятии. Теннис для нас – это такой вид спорта, которым все абсолютно увлекаются, занимаются. Очень много людей играет. Мы здесь столы поставили. У нас летом всегда ставят столы теннисные здесь, на улице. По многим предприятиям, по многим цехам тоже, где возможность есть, ставят теннисные столы. И люди в обеде наберут, еще это. Играют, играют. Потому что игра действительно популярна. Я под впечатлением, какую вы поддержку оказываете развитию спорта здесь на предприятии. Несмотря на такую занятость, именно производственную, вы еще уделяете внимание спорту. Молодцы. Находите время. Вам большое спасибо. И вот мы сегодня в цеху были. Тоже под впечатлением таким огромным. То, что никогда я особо не задумывалась. Мы же ежедневно, ежечасно соприкасаемся с железом. И как оно производится, я впервые увидела сегодня этот процесс с под впечатлением. Вот эти многотонные ковши, как этот сталь льется. На память о визите на комбинат Владимир Иванович и именитые спортсмены обменялись теннисными ракетками с автографами. Генеральный директор компании вручил памятные подарки и медали гостям. Приятным сюрпризом для главного тренера национальной сборной Казахстана по настольному теннису стало поздравление от Владимира Ивановича с юбилеем, который недавно отпраздновала Эльмира Алиева. Далее гости приняли участие в торжественном открытии чемпионата по настольному теннису на кубок генерального директора компании Арселор Митталтимиртау. Хочу вам представить нашего чемпиона мира по настольному теннису. Я думаю, что он скажет пару слов и поделится какими-то своими впечатлениями, подскажет, как все-таки побеждать в этой интересной игре. Я думаю, что сегодня его присутствие как раз придаст тот статус этому мероприятию. Всем спасибо и всем удачи! Спасибо большое за приглашение! Хочу пожелать всем удачи на турнире! Пусть победит сильнейший! Никогда не сдаваться! И счастья и здоровья! Всем спасибо! Всем желающим участникам и болельщикам турнира Алан Курмангалиев раздал автографы. Затем чемпион и генеральный директор даже разыграли партию. В компании Арселор Метал Тимиртау спорт не просто любят. Им увлечены многие работники. Поэтому в турнире по настольному теннису, который был приурочен к празднованию Всемирного дня охраны труда, приняли участие 37 сотрудников предприятия, среди которых как любители, так и профессионалы. Участие Алан Курмангалиева в открытии турнира для многих стало приятным сюрпризом и мотивацией к победе. Я не мог пропустить данное мероприятие, так как теннис – это часть моей жизни занимает. Большая честь была сфотографироваться, взять автограф у него. Вообще это придает нотку такой значимости для нашего чемпионата в этот раз. Это, надеюсь, не последний иной чемпионат. Молодец, что приехал, поддержал всех. В данном случае очень поступил хорошо, чтобы всех участников поддержать и пожелать им хороших выступлений. У нас большая компания, и приходят такие люди. К нам недавно Шавкат приезжал. Вот Алан приехал, чемпион мира. Это честь с такими людьми увидеться. Автограф взял тоже. Главный приз турнира – кубок генерального директора компании Арселор Металтимиртау – получил ковшевой конвертерного цеха Андрей Вершинин. Занимаюсь я с детства. Меня отец приучал играть. Попеду посвящаю ему памяти. Вообще. И тренируюсь я вообще в Караганде играю на турнирах. В ЦРР Кеми, в Лиге нации даже. Алан Курман Галиев там играет. Я пониже, конечно, в Лиге. Теннис очень нужен, потому что это лучшая гимнастика для глаз. В качестве поощрения победитель получил и приятный бонус от генерального директора – премию в размере 200 тысяч тенге. Шоу-группа Килиманджаро поздравила шахтеров, а у Арселор Металтимиртау – сноу-рызом. Поздравление получилось нетрадиционным. Артисты спустились под землю, чтобы спеть горнякам прямо на рабочем месте. Все было похоже на обычный гостевой спуск под землю. Инструктаж, выдача спецодежды, шахтерские нелегкие СИЗы и клеть на 600 метров вниз. Главный инженер шахты имени Кузимбаева Александр Переберин рассказал артистам о новом цифровом оборудовании на шахте, о подземной системе мониторинга, о перспективах развития горных объектов, о том, как устроена шахта и как добираются горняки до своего рабочего места. В случае, не дай бог, конечно, завала, значит, то есть даже через завал, благодаря вот этой системе позиционирования, специальным прибором мы можем обнаружить человека. Там стоочность полтора-два метра. Под землей квартет встретила бригада Дениса Дмитриевича Чернышева, которая ведет проходку на участке УПР-1 и готовит к маю открытие новой лавы. В бригаде Чернышева 40 человек. Она объединяет горняков разного возраста. Бригада Дениса Дмитриевича Чернышева 40 человек. Спуститься в шахту – это давняя мечта руководителя группы Сержа Матонда. Он родом из Конго. Как и все участники группы, профессиональный музыкант с уважением относится к любой профессии труда. Шахтеры для него – герои. Пришел к шахту. Для меня это первый опыт. Очень интересно. В то же время страшно. Но и сейчас мы находимся сколько метров вообще от всего? 600. Ну и все дальше пойдем. Это круто! Шоу-группа Килиманджаро обычно поздравляет жителей шахтерских городов на открытых площадках в концертных залах. Так было и на День шахтера, и под Новый год. В Караганды – шахтинский Абай-Сарани. 17 марта все было по-другому. Музыканты, отмерив подземные сотни метров, добрались до самого забоя. Уголь на память, фотосессия на фоне многовекового свода черного антоцита и шахтеры, которым и посвящается песня. Песня о том, что мотивация к работе, о том, что надо работать, работать и работать. Надо делать, как ребята, они по-настоящему работают. Денис, Урал – вы настоящий герой. Молодцы. Респект. Все четыре участника группы из Африки – профессиональные музыканты. Работают в Казахстане много лет, знают актуальный репертуар и все законы той бизнеса. Но все четверо впервые спустились на нулевой горизонт. Мы – бригада Чернощева! Поздравляем всех актеров! На улице! На улице! Кутя Барсан!